Здравствуйте! Смотрите программу «Власть. Открытая политика». В студии работает Анна Пикулина. Каждую неделю актуальные вопросы жизни региона мы обсуждаем с компетентными экспертами и представителями власти. И гость нашей студии сегодня Юрий Амерев, председатель Курской областной думы. Юрий Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Михайлович, ну начнем сразу с рабочего. Несмотря на то, что прошли большие праздничные дни, но тем не менее и на них мы работали. Но накануне майских праздников еще вы провели достаточно много времени в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии. Было оно плановым, да, или может быть это был какой-то экстренный сбор? Что было в повестке, и насколько эти темы отозвались Курской области? Ну начнем с того, что это мероприятие совершенно плановое, традиционное. Каждый год в эти числа именно в Санкт-Петербурге, именно в Таврическом дворе входит Совет законодателей Российской Федерации, где принимают участие и руководители регионов, законодательных собраний регионов, и первые лица Государственной думы, федерального собрания, президент Российской Федерации. Это традиционное место сбора законодателей именно в годовщину, где было первое законодательное собрание, первое заседание прошло в нашей стране. В этот год не было исключением. Вот и традиционно, правильно вы сказали, мы долго времени проводим в Совете законодателей, когда оно состоится. Перед самим заседанием Совета всегда проходят комиссии, профильные комиссии, в которых принимают участие законодатели и другие руководители, которые рассматривают те или иные вопросы. Этот порядок практически не меняется, поэтому у нас была возможность высказать свои предложения, обменяться мнениями, услышать предложения наших коллег, законодателей и выработать какие-то новые решения и пути их реализации. Расскажите, какие главные вопросы были в повестке, которые вы выделили для себя, может быть? Естественно, что всегда затрагивается вопрос экономики, внешней политики. Это традиционные вопросы для законодателей, вопрос законов, которые выносятся в Государственные думы и инициатива законодательных собраний регионов. Это традиционный набор вопросов и тем, которые обсуждаются в таком формате. Но это законодательный совет, законодательный в этом году, естественно, затронул и тему проведения специальной военной операции. Можно сказать, что красной нитью через все заседания, через все комиссии прошла именно тема участия нашей страны в специальной военной операции. А здесь затронуты не только приграничные регионы. Да, нам это ближе всего. Но и все регионы нашей страны принимают участие в той или иной степени. Поэтому все за этим внимательно следят и все непосредственно участвуют, в том числе и законодатели. Но тем не менее, что важного вы услышали с точки зрения поддержки приграничных районов? Потому что действительно для нас это наиболее актуально. И хочется знать, что на самом высоком уровне обсуждается. Нам эта тема действительно близка с первых дней, буквально с первого дня проведения специальной военной операции. Мы помним, как немножко более года назад именно через нашу территорию проходили войска, которые непосредственно принимали участие в проведении специальной военной операции. Именно нашей территории и специальные военные сооружения и строятся, и содержатся, и регион принимает в этом участие. Поэтому для нас очень важно, чтобы федеральные органы власти и законодательные, и исполнительные правительства Российской Федерации не просто видела проблемы, которые возникают в приграничных регионах, но и активно помогала их решать. И мы это ощущаем. Нас всегда в течение года направляют федеральные органы власти на оперативное решение тех или иных вопросов, которые возникают. Но надо сказать, что для нашего региона это не новые какие-то указания. Мы столкнулись с оперативной необходимостью именно в проведении ликвидации пандемийных лет жизни нашего региона. Поэтому вопросы решения задач в условиях специальной военной операции, да, понятно, они новые у нас с точки зрения тематики, но пути их решения, они нам знакомы. И наш регион активно включился, и мы активно принимаем участие и на законодательном, и на исполнительном уровне. Неоднократно мы представляли свои предложения и в Государственную Думу, и в Совет Федерации. Неоднократно на совещаниях разного уровня и наш губернатор докладывал те проблемы и пути их решения, которые возникают у нас в регионе. И федеральные органы власти на это быстро реагируют. И как раз вот на оперативность реагирования, на оперативность решения и нас направляют руководители нашей страны. Сейчас не время для каких-то таких долгих раздумий, долгих подготовок. Необходимо всем руководителям и всем органам быстро принимать решения. Именно правильные решения, необходимые на сегодняшний день. А кроме оперативности, на которые ориентировали вас, вот вы как лидер законотворческой команды Курской области, какие считали на федеральном уровне посылы, главные тезисы, которые вы привезли вот сюда своей команде, на что вот после этого большого заседания вы ориентировали курских депутатов? Любое потрясение для территории, а война или специальная военная операция – это потрясение, естественно, для территории, для наших жителей, для экономики. Оно требует решения, правильного решения. И мы столкнулись в первых дней именно с тем, как законодательно нам поддержать людей, участников специальной военной операции, членов их семей. Те территории, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения вот с нашими соседями, с Украиной. Мы видим, что буквально каждый день наша территория, так же, как и соседние с нами регионы, приграничные Белгородская, Брянская область, подвергаются диверсионным нападкам и различным провокационным действиям. Поэтому вот это специфика жизни нашего региона. Вот мы должны на это реагировать, мы должны общаться с людьми. Мы видим, что губернатор и администрация Курской области буквально работают в благослуточном сейчас режиме и реагируют на все то, что происходит. Здесь нельзя застраховаться и предвидеть, что будет завтра, даже там через пять минут. Но власть должна быть готова именно на это реагировать. А как реагировать, это уже зависит от тех обстоятельств и то, что происходит. Вот здесь мы должны готовы оперативно, опять же, оперативно встретить ту задачу, которая возникнет. Я хочу сказать, что законодатели очень добросовестно вот этот вот отработали. Я считаю, практически у нас половину депутатов имеют явку более 90%. И на Думу, и на работу комитетов, на заседание комитетов. Вот это очень важно. Нам необходимо, важно и самим быть дисциплинированным, и требовать это от своих подчиненных, от своих организаций. То есть оперативность принятия решений и вовлеченность курских депутатов в эту большую работу вы положительно оцениваете? Да, я даже сейчас не говорю о том, что участие депутаты приняли так же, как и практически все руководители в Курской области для помощи участников специальной военной операции. Вот это естественно, это понятно. Но основная работа все равно законодателей, депутатов, это принятие, написание, разработка тех законов, которые можно будет применить исполнительной власти, а значит, вовремя отреагировать на тот или иной вопрос, который возникает. Помимо участников специальной военной операции, определенная ответственность легла и на плечи наших медиков. Так же, как и в пандемийный год, тогда на них было 100% ответственности, сейчас меньше, но тем не менее, они тоже оказывают поддержку. И вот, например, в Белгородской области шла речь, я не знаю, если честно, приняли там этот законопроект или нет, но о дополнительных выплатах медработникам, которые помогают с обслуживанием и лечением раненых и военнослужащих. Вот что касается Курской области, планируется ли у нас разработка, может быть, такого законопроекта, или пока нет острой, может быть, необходимости в этом? Вы правильно сказали, что разработка того или иного законопроекта, мы не та организация, которая просто там подумали, что-то захотелось, мы написали, раз там это пошло. Действительно, надо изучить, проанализировать, собрать информацию, разработать и только потом выносить на законодательное собрание. Что касается наших соседей белгородцев, у них несколько другая обстановка, чем у нас. Мы это видим и по оперативной информации, и по закрытой информации. Поэтому здесь сравнение, как бы аналогию проводить я бы не стал. Что касается работы наших медиков, я вот пользуясь случаем, хочу сказать им огромное спасибо за их работу, которую они ведут и в мирное, и в военное время. Никогда не возникало вопросов по профессиональной деятельности к нашим врачам, к нашим медицинским работникам. Будь то пандемия, будь то специальная военная операция, всегда наши медики с профессиональной точки зрения оказываются на высоте. А те административные недостатки, организационные недостатки, которые возникали, это естественно и в условиях пандемии, и в условиях проведения специальной военной операции. Вот это естественно, это не вина и не беда медиков. Я хочу сказать, что вопросы медицины, они у нас рассматриваются в той или иной степени буквально на каждом заседании Курской областной думы. Обязательно касаемся медицинской темы. Почему? Да потому что это вопрос, который касается каждого человека. Это наиболее такой острый вопрос всегда в обществе, обслуживание медицинское. И хочу сказать, что мы наметили в этом году по рекомендации губернатора, когда губернатор был отчет, мы наметили сейчас план и уже утвердили его на Курской областной думе проведение правительственных часов Курской областной думы. Первый правительственный час будет проведен 8 июня. И как раз вопрос состояния медицины в Курской области. Я думаю, что на этом правительственном часе мы затронем и состояние медицины, и недостатки, и пути решения тех или иных задач. Мы привлечем в качестве участников и, естественно, что Министерство здравоохранения, специалисты медицинских учреждений, администрацию Курской области, общественные организации. И я думаю, что законодатели обязаны рассматривать вопросы не только те, которые в обязательном порядке рассматриваются, но и те, которые являются злободневными, и недостатки. Мы должны это все учитывать и помогать органам исполнительной власти находить пути решения. А что должно стать результатом правительственного часа? То есть как по формату это будет проходить? Будут какие-то выступления, обсуждения проблем? Вы знаете, что самое главное для меня, по максимуму надо уйти от различных заседаний, таких вот бесконечных там советов, оформлений, совещаний, штабов, рекомендаций. Необходимо разрабатывать конкретные меры, которые приведут к улучшению в том или ином направлении. Если мы видим, что вопросы, которые там поднимут депутаты, а может быть и сами органы исполнительной власти, медики, могут быть быстро разрешены, опять есть разные пути решения. Может быть обращение губернатору, рекомендации Министерству здравоохранения. А если это требует законодательного вмешательства, изменения какого-то закона, внесения законопроекта, соответственно, это требует и дополнительной разработки. Поэтому будет зависеть от того, какие вопросы возникнут. Что касается улучшений, президент нашей страны Владимир Путин практически в каждом своем большом масштабном выступлении говорит, ключевой тезис это повышение благосостояния граждан Российской Федерации. Что касается Курской области, как вы думаете, за счет каких направлений, каких инструментов это можно было бы сделать на территории нашего региона? Что уже делается? Понятно, что отдельно депутаты не могут это сделать. Это все в связке с исполнительной властью. Увышение благосостояния здесь я бы не рассматривал с точки зрения, что просто государство должно давать конкретному человеку. Я считаю, что это путь не очень такой перспективный, когда просто государство все больше и больше делает вливание. Ну, через пособия, понятно, через помощь, через заработную плату. Это власть должна создать условия, чтобы человек сам себе максимально обеспечивал хороший уровень жизни. Вот это и законодательная инициатива, то есть нормальные законы, по которым может развиваться экономика, предпринимательство, бизнес, соотношение заработной платы и налогов, доходов и налогов. Вот, с одной стороны, с другой стороны, это и воспитательный момент, это образовательная составляющая, вот, это традиции тоже. Люди должны трудиться. Для того, чтобы хорошо жить, необходимо хорошо трудиться. Не случайно в отчете председателя правительства, вот буквально, который проходил недавно, много времени уделил именно созданию новых рабочих мест, получению образований наших молодых людей, профильного образования для ведущих отраслей экономики в нашей стране. И не просто мы должны помочь людям получить образование, и не просто им предоставить место работы. Необходимо закрепить эти кадры, необходимо сопровождать дальше и смотреть, как они закрепляются, как они развиваются, как меняется экономика. То есть, повышение благосостояния отдельного человека – это очень большой процесс, в котором участвуют и правительство, и законодательные органы, и экономика, и бизнес, и налоговые службы. Это огромный механизм. Вот, если все это будет четко работать, взаимосвязи, тогда будет повышаться уровень жизни каждого человека. Но вам вот не как председателю Курской областной думы, а как жителю Курской области, как кажется, какие сферы сегодня в нашем регионе нуждаются в наибольшей поддержке? Я хочу сказать, что традиционно останется, я уверен, для Курской области это развитый аграрный сектор, вот, уже развитый, хорошо развитый, хорошо ориентированный, управляемый. Вот, но в то же время наша область не чисто аграрная, а в последние годы очень большой процент отчисления и налогов, и большое место в развитии экономики занимает у нас промышленное производство. В первую очередь работа Михайловского горнообогатительного комбината. Вот, я думаю, что промышленность Курской области, сельское хозяйство – это локомотивы для развития нашего региона. Социальная сфера – это самое, что приближенное вот к жизни людей, непосредственно к каждому человеку, зависит от развития вот как раз экономики. Вот, в нашей области хороший потенциал для успешного и устойчивого развития и сельского хозяйства, и промышленного производства. Хотя необходимо отметить, что в современных условиях, опять, в связи вот как раз с введением санкций, и сельское хозяйство у нас должно меняться, мы должны по-новому расставлять приоритеты, ориентироваться на производство. В определенном, может быть, что-то поменяется в производстве, в рынке сбыта – это естественный процесс. И промышленная промышленность тоже, даже вот наш ведущий такой вот, ведущий нашей отрасли, это Михайловский гол, да, они сейчас меняют тоже и рынок сбыта. Вот, поэтому я уверен, что как раз вот эти два направления – сельскохозяйство и промышленность – и останутся устойчивыми, и этого будет в большей степени достаточно для развития нашего региона в целом. Что касается, ну, скажем так, других отраслей, там это предпринимательство и бизнес, среднее предпринимательство, вот это развивается тоже довольно успешно в Курской области. И вот именно как раз вот это направление часто нуждается в поддержке государства, в поддержке региональных властей. Мы это видели и в условиях пандемии, когда много внимания уделили губернаторы, законодатели, поддержки именно наших предпринимателей, чтобы не обрушился вот этот сектор экономики, в котором тоже работает много людей, вот, к которым привязаны, ну, большие и трудовые ресурсы, и социальная сфера, поэтому вот за этим важно тоже следить. То есть, ну, все важно, все должно работать, и экономика, и бизнес, вот, и социальная сфера, тогда будет гармония и во всем, в жизни нашего региона. Что касается самих курян вам, как представителя власти, какой поддержки, может быть, помощи, не хватает активности или где-то наоборот, может быть, да, какого-то более понимающего отношения? Куряне традиционно труженики, и у нас много людей, которые работают в различных отраслях, и мне приятно, что в нашем регионе вот успешно развиваются, вот именно гармонично развиваются все отрасли, вот, у нас хорошо развита там социальная сфера, да, у нас там образцовое, можно сказать, сельское хозяйство, ведь мы можем сравнить там с 20-летней давностью, вы помните, когда были непаханные поля, когда там заросшие были наши черноземы курские, и сейчас даже сторонние наблюдатели, просто проезжающие из наших регион, просто отмечают ухоженность Курской области, ухоженность сельского хозяйства, а это не просто показатели в сельском хозяйстве, значит, хорошие показатели там в производстве продукции сельского хозяйства, значит, устойчивая заработная плата, значит, когда мы видим построенные комплексы, новые производственные помещения в сельском хозяйстве, это новые современные рабочие места, это заработная плата, это отчисление налогов, то есть это развитие и социальной сферы в том числе, вот, поэтому вот эти вещи необходимо увязывать и учитывать. Еще, если продолжать эту тему, в сентябре будут кампании, выборные в органах местного самоуправления, и люди будут думать, как выбирать, за кого голосовать. Вот, на ваш взгляд, представитель власти, за которого люди должны отдавать свои голоса, он какой сегодня должен быть, какими качествами он должен обладать, как быстро принимать решения, насколько он должен быть, может быть, человечным, Что сегодня ищет Курянин, житель Российской Федерации, в людях, которым он доверяет власть? Это тема для отдельного большого разговора, если так сказать. Вообще, я хочу сказать, что тот человек, который идет во власть, будь то исполнительная власть или законодательная, он должен быть подготовлен к ней. Вот мое глубокое убеждение, что руководителя нельзя научить. Можно сколько угодно взять отдельного человека и обучать его различные программы, различные методики. Он много усвоит, он много будет знать. Но если он не будет практически работать, вряд ли из него получится хороший, достойный руководитель, успешный руководитель, действительно, который приносит пользу людям. Руководителя необходимо выращивать. Может быть, такое-то слово немножко доброватое, но руководитель должен вырасти. Он должен проходить ступеньки в своей работе, в своем развитии, в совершенствовании. И вот ошибки власти, они всегда очень дорого обходятся всему обществу и жителям. Поэтому к подбору людей, которые идут во власть, я бы относился очень внимательно. И со стороны органов власти, и со стороны избирателей. Я уверен, что избирательные должны голосовать и избирать своих руководителей, свою власть, не сиюминутно, не из-за каких-то там соображений или влияния. Это обдуманные должны быть именно выборы. Выборы подразумевают сравнение и выбор. То есть надо выбрать, а не просто вестись на какие-то, может быть, модные или призывные лозунги, или еще на что-то. То есть человек должен подходить для этой работы. Вот если он будет на своем месте, если он подходящий человек для того, чтобы исполнять эту работу, тогда будет успех. Не только его, успех его коллектива, успех той территории, которую он представляет, будь то он законодатель или руководитель исполнительного какого-то уровня. Человек должен быть просто готов к этой работе, он должен быть подготовлен, он должен уметь это делать. Сложно быть руководителем такого уровня? А сложно на любой работе работать, если работать добросовестно, независимо от уровня. Сложно быть хорошим токарем, сложно быть хорошим каменщиком, сложно, если быть хорошим. Так и руководителем. Если работать хорошо, это всегда сложно, но интересно. Юрий Михайлович, спасибо большое за большой обстоятельный разговор. Рада поздравить вас с Днем Победы, который наступил. И хочется пожелать удачи всей вашей большой команде в тех вызовах, которые сегодня стоят и перед вашей командой, и перед Курской областью в целом. Спасибо. Курская область богата традициями и военными. Я с удовольствием еще раз поздравляю с наступившим великим главным праздником нашей страны. Спасибо. И на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова